Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, с чего бы, господа, хотелось начать сегодня. Значит, смотрите, в принципе, как я и говорил, 80.50 мы пока не пробиваем. Также, если посмотреть непосредственно на ситуацию, что сегодня происходило с долларом, да, значит, смотрите, индекс доллара у нас был на максимальных значениях в районе 103.60. Тут я просто пытался посмотреть, были ли интервенции Центробанка, и все-таки я прихожу к выводу, что, наверное, все-таки были. Были именно с точки зрения удержания, соответственно, не выше, как я уже говорил, 80.50, да. То есть, вот, чтобы за 80.50 не пускать. И если мы посмотрим по индексу доллара, в самом начале, утром, можно сказать, он еще был в районе высоких значений, 103.6 был, да, потом он начал падать. Но если мы посмотрим, вот, получается, падение у него началось в районе 8.40. Тут просто там она как бы так немножко как бы сглаживается, да. То есть, если мы посмотрим, вот, в районе 9 часов и, как обычно, там где-то 10.30, вот мы видим тоже падение. Но мы видим, что перед тем, как доллар рос, вот он в начале рос в районе 7 утра, да, а потом начал падать. А вот на DXY мы такого падения видим гораздо позже. Или, наоборот, гораздо раньше. То есть, вот смотрите, в 5 часов, да, здесь у нас во сколько было? Вот здесь у нас, получается, рост был вплоть до 8 утра, почти 7.30, да. И началось падение вплоть до 9 утра. И здесь у нас получается, сейчас один момент. Вот подъем, получается, от 7 часов. Вот здесь доллар растет, а мы уже там начали падать. И потом только уже мы, ну, как бы уже индекс доллара сам начинает падать. Поэтому я думаю, что здесь все-таки интервенции были именно в рамках невыпускания 8.50, да. И если мы посмотрим по юаню, вот здесь более наглядно, мы увидим, что сразу юань начался продаваться. Начал сразу продаваться. При том, что, смотрите, ставка сегодня по юаню на самом деле оказалась неизменной. Мы сегодня ждали тоже решение по процентной ставке. Она оказалась неизменной. Поэтому ни укрепления, ни ослабления юаня быть не должно было, по идее. Скорее всего, все-таки интервенция была. Вот она примерно длилась там до часов практически 9-10 утра, да. Вот они были, вот эти колебания, которые мы видели в районе 7-8 утра, да. И, соответственно, потом доллар тоже сам по себе падал. Но мы видим, что юань при этом падает. Хотя, по идее, он бы должен был бы расти, да. Поэтому я думаю, что на самом деле интервенции, скорее всего, были. И были буквально такие вот не особо сильные, да. То есть чисто, чтобы сдержать вот этот 80.50. На самом деле, сегодня мы, я уже вам говорил, что по большому счету имели достаточно мало событий, да. То есть с точки зрения какой-то статистики и так далее. Но у нас сегодня было очень много выступления. У нас был сегодня ФРС, речь члена Булларда. Вначале вот, во-первых, базовая кредитная ставка Китая. Я вам только что сказал, она осталась неизменная. А потом вот эта речь члена Булларда, потом представители ФРС Логана, потом ФРС Баркина, потом выступление Бостика. И потом пошли уже аукционы по размещению, соответственно, 12, 3,6 месячных казначейских векселей. То есть к вопросу, опять же, как говорится, госдолгу, да, и, соответственно, как он хорошо размещается. Ну, вот, значит, давайте посмотрим. Значит, опять же, чисто тезисно, да, вот просто небольшой кусочек в нашем, как обычно, телеграм-канале, трейдер-клаб анализ акций. Значит, смотрите, президент ФРБ Сент-Луис и Джеймс Буллар сказал, что думает о еще двух повышениях ставок в этом году. То есть, как я вам и говорил, собственно говоря, никто доллар ослаблять не собирается. А президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что если центральный банк сделает паузу в следующем месяце, это должно сигнализировать о том, что ужесточение еще не окончено. Вот и все. То есть, по факту, они говорят, что либо будет продолжаться расти, как говорится, ставки, либо непосредственно они, как минимум, будут останавливаться, но на какой-то период времени, и потом дальше, соответственно, продолжать подниматься. Поэтому вот этот момент тоже был важен. Дальше, собственно говоря, господа, ну вот смотрите, интересный момент. Вот, еще пару прочитаем важных моментов, потому что мы еще ждали непосредственно ситуацию, естественно, с госдолгом потолка. На самом деле, я сегодня буду делать короткое видео, потому что, на самом деле, никаких больше событий серьезных не было. С потолком информации вообще пока никакой не поступает. Ну и поэтому, соответственно, ждать уже какой-то сильной динамики нам не приходится. Значит, смотрите, ну вот было такое мнение по потолку от нашего, так сказать, политика. Значит, смотрите, я наблюдаю за этим цирком, не первый год. Это роспись по ролям, понятная нам, когда оппозиция демонстрирует якобы жесткость подхода, а администрация демонстрирует якобы негодование по этому поводу. Все равно они повысят потолок госдолга, это ясно сказал Рябков, да, отвечая на вопрос ТАСС. То, что сейчас они договорятся, я готов держать пари. То есть, как бы, со стороны Рябкова он уверен, что, соответственно, никакого дефолта не будет. По его словам, сделать это позволит, вот как раз описание нашей американской системы, американская система, когда можно печатать необеспеченные денежные знаки, но при этом по факту продолжить эмиссию национальной валюты и обеспечивать колоссальный дефицит бюджета через скупку многими странами долговых обязательств Федерального казначейства США. Этот способ испытанный, добавил замглавы МИД. Ну, вот что, собственно говоря, и требовалось доказать, да, что, в принципе, никто не ожидает какого-то дефолта. Хотя мы говорили, что такой вариант тоже возможен, и по большому счету для американцев там в моменте он даже какой-то вначале нанесет, это, конечно, определенные потрясения на рынке, а потом даже можно будет использовать даже для извлечения прибыли, и, как я уже говорил, по сути он является на самом-то деле техническим дефолтом. Теперь смотрите дальше. Что касается как раз санкций, да, что касается 11 пакета, то здесь мы в целом находимся на стадии обсуждения, важны и в этом, все мы едины, чтобы не происходило обхода санкций, это сказала Бербак. Помните, мы говорили, что вот этот 11 пакет, он пока на самом деле до конца не оглашен. То есть есть оттуда утечки, есть оттуда некие, скажем так, например, намеки на сектора, которые будут затронуты, да, также мы говорили о том, что это фактически уже санкции не против России, а конкретно против всех стран, которые работают вместе с Россией и тем же Китаем, что, естественно, ведет к тому, что, как мы уже говорили, что это, скорее всего, конечная цель обеспечить возможность все равно как можно больше транзакций в долларах и, наоборот, ограничить возможности расчета в национальных валютах, да, сказала Бербак. И если отдельные фирмы экспортируют в Россию продукцию, годную для ведения войны, то это должно иметь последствия. Но это необходимо очень ясно и точно сформулировать с юридической точки зрения, подчеркнула она. Это мы продолжаем обсуждать, на данном уровне добавил министр. То есть к вопросу о том, что пакет санкций опять, господа, до сих пор не сформулирован, да, и до сих пор вот эта ситуация, естественно, висит как ослабляющая для рубля, ну и мы видим, что, скорее всего, Центробанк выполняет эту функцию защиты, он пока не дает выйти за 80.50, сдерживает такими, сейчас вот, например, сегодня не очень сильными интервенциями, ну потому что понятно, что индекс доллара сегодня, смотрите, да, мы видим, он сегодня демонстрирует постепенную пока коррекцию. Она ожидательная, то есть смотрите, 103 мы не пробиваем, обратите внимание, вот у нас сегодняшний день, 103 мы не пробиваем. Мы уходим в район 103.2 и поднимаемся в район 103.5, да, 103.5 пока не доходим, потому что ту политику, которую, скажем так, обозначил ФРС, она говорит о том, что, конечно же, ставки будут расти, и что мы, собственно говоря, и видим. Смотрите, облигации у нас сегодня ушли на 4.31, это двухлетки, да, десятилетки на 3.7 пробили, обратите внимание, вот был 3.65, да, это должен был быть такой очередной потолок, как вот эти вот были, здесь у нас такие уровни, 3.60, потом 3.55 внизу, 54, да, все это было пробито, и это говорит о том, что, конечно, вероятность повышения ставок растет, и опять же, на укрепление доллара, естественно, нам это все дает сигналы. Более того, смотрите, нефть сегодня, в итоге, обратите внимание, помните, я вам говорил, банковский кризис, мы упали на 75, пропал банковский кризис, сегодня ни одного слова по поводу банковского кризиса, все, мы уже восстановили 76.33. И на самом деле, конечно, все это идет на восстановление 77.78, но тут идет ожидание по потолку, как я уже говорил, и именно поэтому сегодня доллар ведет себя достаточно сдержанно, то есть он сильно не падает и сильно не растет, потому что нефть особо сильно не растет, она вот буквально восстановилась, можно сказать, на значение банковского кризиса, да, а дальше, соответственно, мы, как вы помните, ждем уже других событий. Естественно, переходим на следующий день. Число выданных разрешений на строительство США, это мы то, что ждем во вторник. Индекс деловой активности ПМИ в секторе услуг США, это к вопросу экономики США, да, дальше, продажи нового жилья, опять же США, да, это к вопросу рынка жилья, насколько он не под недвижимостью, насколько тоже там ситуация устойчивая, или наоборот, она достаточно ухудшается. Дальше, недельные запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти, вот оно, главное событие, которое мы ждем, естественно, во вторник. То есть, вот эти, скажем так, данные тоже определенным образом могут повлиять на, скажем так, волатильность, да, но в целом, в любом случае, самое главное, это будет, конечно же, запасы по нефти. Потому что, если запасы покажут в итоге сокращение, последний раз мы увидели рост, и большой, несущественный, но рост. И это говорит о том, что, естественно, они пытаются все сделать для того, чтобы показывать, сдерживать, соответственно, цену на нефть. А мы помним, что было заявлено, почему это был рост, так называемый. Они использовали опять свои запасы, там, определенные, в определенных хранилищах, которые, собственно говоря, показали якобы рост вот этих основных запасов. Ну, а стратегические запасы, мы помним, они на нуле. Поэтому, ну, ну, скажем так, на очень низких значениях. И, естественно, они должны их восполнять. Но для этого нужно опустить цену. Как мы помним, за счет этого они как раз долларом это делают. То есть, доллар как оружие, это я всегда, каждый раз буду повторять, господа. Я понимаю, те, кто давно смотрит канал, для всех это все понятно. А часто приходит очень много новых людей, и поэтому они не знают, как это все происходит, что является основным механизмом для, собственно говоря, управления и курсом, и рынками, да. То есть, индекс доллара, DXI. И, соответственно, с помощью него давят цены на нефть. Вы это прекрасно знаете, а новенькие, соответственно, пусть об этом узнают. Вот. И именно поэтому мы за этим механизмом постоянно следим. Соответственно, как только нефть начнет расти, разгоняет, соответственно, вероятность инфляции. И плюс, естественно, российский бюджет при этом будет получать больше денег, а значит, соответственно, поддержку для того, чтобы продолжать СВО. Это все механизмы взаимосвязаны. И поэтому мы видим вот эту постоянную борьбу. В связи с этим, соответственно, нефть мы, естественно, ждем на восстановление 7,778. Естественно, на это повлияют именно физические сокращения, то есть спрос предложения реальный, а не тот, который, скажем так, американцы пытаются нам вот всяческими словесными интервенциями показывать. Поэтому, естественно, мы ждем прежде всего выхода данных, очередных данных по запасам. Я уже, как говорил, они, естественно, сокращаются каждый день, поэтому каждую неделю картина может меняться. И, естественно, постоянно сдерживать эти цены на нефть будет очень сложно. Только если не резинка релитной политикой, что, собственно говоря, мы и видим. Ну и, конечно же, господа, мы ждем опять ситуацию с госдолгом потолка США, который, естественно, должен, как минимум, сегодня получить некую информацию. Мы понимаем, что это в любом случае до конца недели не будет решено. Я уже говорил, что, конечно, самое главное мы сегодня, вернее, на этой неделе будем ждать в среду публикации протоколов РС и, естественно, выступления Джанет Йеллен. А вот дальше, соответственно, уже в районе воскресенья, там тот же Маккарт не заявлял и так далее, будут переговоры по потолку. Но некие, скажем так, предварительные переговоры пройдут именно сегодня. И поэтому, если мы посмотрим американский рынок, он сегодня успешно и упорно держит 4,180, не пробивает ниже 180 в район 170, как мог бы, а не уходит при этом за 4,200, потому что здесь идет вот этот сдерживающий фактор с потолком. Но в целом он может даже тестировать в районе 4,210, что он и делал. И вот пока эта ситуация с потолком не разрешится, и вот не будет никакой там еще какой-то жесткой политики по ФРС, которая, в принципе, уже звучит, но и рынок пока это все дело игнорирует. Все ждут именно позитива по решению потолка. То есть, если потолок будет решен, и если, соответственно, там все зависит от того, с какими ограничениями и так далее, то, соответственно, есть вероятность выхода на 4,200, 220, соответственно, и вплоть даже до 240 ненадолго, а потом все это дело может быстро развернуться. И надо понимать, что, естественно, отчетный период уже фактически закончился. Поэтому поддержка американского рынка уже никакой не оказывается, кроме как раз либо остановки этих ставок, да, то есть, если вдруг проверили информацию, что ставок больше поднимать, пока не будут. И, соответственно, решение по потолку госдолга США. Вот эти вот основные моменты, которые, собственно говоря, все и ждут. Вот такая, господа, картина получается на сегодняшний момент, да, и вот на непосредственно время там 21.00, сейчас будет 20.58, да. Теперь смотрите, если мы посмотрим непосредственно по Форексу, обратите внимание, доллар-рубль как раз вот 80.49, то есть 80.50, как я и говорил, и обратите внимание, 79 мы пробивали на Форексе, но это все равно выше 79.50. Что и требовалось доказать, 79.50 мы пока прорвать не будем. То же самое происходит с евро. 87.50 не достигали и ниже 86.50 тоже не уходили. И по юаню здесь та же самая история, не ниже 11.30 и, соответственно, не выше 11.50. Ровно то, что, как я и говорил, что, скорее всего, пока будет продолжаться. Ну, а теперь давайте посмотрим по прогнозу. Здесь тоже, естественно, оставляю прогноз тот же. Значит, смотрите, пока картина по доллар-рублю 80.50, и я вижу пока только это сдерживание, и видно, что Центробанк пока в этом диапазоне работает, и, соответственно, не ниже 79.50. Вот эту картину я пока оставляю неизменной. Дальше будем смотреть ситуацию с изменением цен на нефть и так далее. Все это может поменяться. Геополитика, санкции, все это, безусловно, может поменять ситуацию. Значит, дальше по евро, естественно, не выше 87.50, не ниже 86.50. Тоже диапазон остается. Не меняю. И, соответственно, по юаню не выше 11.50, но тут даже, скорее всего, в районе 11.40 может быть. И, конечно же, уже не ниже 11.30. Вот так, в принципе, юань я тоже пока рассматриваю. Дальше там уже будем смотреть. Еще раз говорю, диапазон этот пока временный. Ситуация может поменяться. И, соответственно, в зависимости от той конъюнктуры, которая будет складываться, и по ценам на нефть, и по геополитике, и по видению, как бы, Центробанка, разгон там инфляции, недостатку, как говорится, бюджете доходов нефтегазовых, там, и так далее. Все это, безусловно, будет оказывать влияние. Поэтому мы за этим следим каждый день, отслеживаем каждое событие, и смотрим, соответственно, и прогнозируем, и анализируем, как это может повлиять, собственно говоря, на будущий курс доллара рубля. На этом, господа, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб, анализ акций. По поводу, смотрите, когда там пишут в комментариях вопросов, там, некоторых акций рассмотреть, что с ними будет, и так далее, это, господа, проходит не на этом канале. Этот канал конкретно под доллар рубль, и вообще валютам там, да, а вот именно Трейдер Клаб, анализ акций, и там, соответственно, есть уже свой YouTube канал, вот там мы рассматриваем все, что касается акций, любых российских, иностранных, что касается всех вообще инструментов финансовых, вот туда, собственно говоря, если вас интересует, переходите, подписывайтесь и задавайте вопросы. Вот, а здесь конкретно у нас прежде всего посвящено ситуации с курсами валют. Дальше, естественно, напоминаю, что видео будут продолжать снимать каждый день, вплоть, естественно, до самой пятницы. В пятницу мы, соответственно, будем делать обзор, вернее, подводить итоги всей этой недели, посмотрим в итоге вот эти все события, сразу говорю, их очень многое, как я уже предупреждал, они достаточно серьезные, поэтому изменения по курсу могут в итоге произойти довольно серьезные в конце недели, вот, и, соответственно, в воскресенье будем обзор делать в следующей неделе, будет следующий календарь, и также будем разбирать каждое событие. Был там момент комментарий по поводу НДПИ, то, что я забыл про НДПИ, нет, господа, про НДПИ я не забыл, но просто сейчас я, как и уже говорил ранее, не оцениваю, что это будет очень сильная какая-то реакция, вот смотрите, да, у нас конкретно по НДПИ будет 28-25 число, еще до них, как говорится, это фактически конец недели, поэтому как раз вот к концу недели ситуация может поменяться, как я вам сказал, но еще раз говорю, пока я не очень верю, что, как бы, тот же НДПИ продавит тот же 79-50. Может быть, в моменте продавит, но обратно, соответственно, все это дело может быстро вернуться. Тут все будет зависеть от того, какой, как говорится, план будет у Центробанка. Есть там еще информация, что сейчас, как говорится, Центробанк начинает копить, вот там, кстати, ребята кидали с канала, сейчас я посмотрю, вот тут была информация, вот смотрите, Владимир Путин поручил правительству ЦБ обеспечить до 1 июня установление ежемесячного лимита в 1 миллиард на покупку валюты на внутреннем рынке для расчетов по сделкам с иностранными компаниями. То есть здесь, возможно, какие-то, конечно, как говорится, объемы большие могут выплывать, как говорится, в спросе на валюту там, да, и, соответственно, те же там, допустим, при уплате НДПИ коррекции тоже могут быть, но, как я уже сказал, это процесс не длительный, да. Вот то, что мы видели вот здесь, это же не то, что вот так НДПИ отработал, да. Это работал Центробанк, он направленно работал на снижение диапазона. Как мы помним, дошли мы тогда до этого вот 75 уровня, который, как нам даже там Заботкин сказал, что мы прошли дно, и мы сразу от этого проскочили вверх, вот. Поэтому на самом деле, ну вот, если, допустим, НДПИ действительно повлияет, или под соусом этого НДПИ произойдут какие-то там, допустим, спекулятивные движения и так далее, да, не исключаю пробой на 78.50, да, либо до 78 и отскок за 78.50. Вот я думаю, вот эту зону на любых абсолютно событиях мы, скорее всего, пока пробивать не будем. Потому что, еще раз говорю, бюджет пока не добирает. Ситуация с санкциями как раз говорит о том, что еще сильнее постараются пережать недобор, как говорится, средств в бюджет, да, а на этом, соответственно, рубль никак укреплять нельзя. Ну и инфляция, мы помним, что она как бы под контролем, но она тоже сильно пока не разогналась. Поэтому, как бы, вот этот баланс, я думаю, пока вполне будет устраивать. Если, как говорится, начнутся проблемы с инфляцией, так далее, могут пробить обратно 79.50, перейти от 78.50 до 79.50, да. А если, соответственно, будет ситуация с инфляцией, например, стабильная, а там бюджет будет не добирать, могут перейти с 81 на 81.50. Вот сюда будет торговаться. Тоже такой вариант возможен. Поэтому, еще раз говорю, говорить пока об этом рано. То, что сильно НДПИ окажет какое-то воздействие в это, пока не верю. Если только под этот соус еще что-то не подключится. Так что, вот так вот. Так что, господа, если вы не хотите ничего пропустить, знать заранее, то тогда подписывайтесь на нас и будьте в курсе.